МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Свет в окне для солнечных детей. Родители особенных малышей выступили с инициативой создания специального реабилитационного центра для их социализации. Под угрозой увольнения Миноборнауки раскритиковали работу колледжей во время приемной кампании и пригрозили сделать оргвыводы. 46 тысяч безработных. Количество лишенных возможностей заработать дагестанцев растет. В Дагестане необходимо открыть специальный центр для детей с синдромом Дауна. С таким предложением выступили родители солнечных малышей. Они просят создать реабилитационный центр для особенных детей, в котором будут заниматься в первую очередь их социализацией. Зачастую им нужна не столько материальная, сколько моральная поддержка. Проблемы родителей выслушала Зумруд Гамидова. Солнечная малышка, а именно так называют детей, с синдромом Дауна в семье Кунеевых появилась чуть больше двух лет назад. О диагнозе дочери мама узнала только при рождении. Тогда все чувства можно было описать одним словом – шок. Но Мадина не опустила руки. В отличие от 80% семей, отказывающихся от таких детей, она решила бороться, исходя из принципа, что это не болезнь, а особенность ребенка. Но процесс адаптации малышки стоил женщине тяжкого труда. Ушло немало нервов и целое состояние, чтобы ребенок не ощущал дискомфорта и мог раскрыться. В первые моменты, в первые дни для меня это был колоссальный стресс, потому что я не была в курсе, мне некуда было обратиться, чтобы узнать, что это такое, что такое синдром Дауна, что с ним делать. Я столкнулась с такой проблемой, что у нас нет центра в республике, куда я могу прийти со своим ребенком и проводить с ним какие-то реабилитационные моменты. Массаж, ЛФК, занятия с логопедом-дефектологом. Ты же у меня хорошая. Как тебя зовут? Амина. Сколько тебе лет? Чем. Один. Один. Как твои дела? Амина. 11-летняя Амина, как и ее сверстница, озорная любознательная девочка. Но воспитание детей с синдромом Дауна требует дополнительных усилий. Солнечные дети развиваются медленнее, чем обычные. Медленнее растут. Мама Амины не скрывает, что воспитание особого ребенка – непростое дело. Все-таки мы, мамы, должны быть сильной волей духа, чтобы, как говорится, взять тебе в руки и дальше идти в бой, работая с этим ребенком. Но это, знаете, работа 24 часа в сутки. Ни на минуту нельзя забывать у тебя, что такое ребенок. Постоянно ты должна работать, постоянно ты должна говорить. Наше желание одно – открыть народный центр, чтобы дети были там адаптированы хотя бы к социуму. Азамат – большой поклонник Хабиба Нурмагомедова. Веселый, очень любит играть и, как многие мальчишки, увлекается спортом. Его мама по себе знает, что значит остаться один на один с внезапным диагнозом. Нет нужной психологической поддержки и встречаются случаи некорректного отношения со стороны врачей. Поэтому родители часто закрываются в четырех стенах и замыкаются внутри себя. Женщина говорит, что центр, который позволит не оставаться один на один с проблемой с семьям, воспитывающим особенных детей, просто необходим нашей республике. Психологическая поддержка нужна, конечно, и для родителей при рождении таких детей. И хотелось бы, чтобы, конечно, у наших деток был такой центр. Обращаемся и просим, кто может помочь нам открыть такой центр. Иногда родители объединяют усилия. Собираются дома, обсуждают диагнозы, лекарства и терапию. Всех их сплачивает общая цель – помочь своим детям. Честно вам скажу, это не очень легкий труд с ними заниматься. Мы бы хотели, чтобы хотя бы какой-нибудь центр был, чтобы молодые жены, у кого рождаются, чтобы они понимали, что они не одни. Сегодня родителям детей с синдромом Дауна приходится самим искать редких в Махачкале специалистов, логопедов и дефектологов. Бывать в разных учреждениях, искать новые восстановительные техники и лечебные программы. На их просьбу о помощи уже откликнулись известные спортсмены, бизнесмены и просто неравнодушные дагестанцы. Помощь может оказать каждый, чтобы дать возможность этим особенным детям стать абсолютно полноценными членами нашего общества, не отделяя их от жизни, а вовлекая в нее. Директорам колледжа и Дагестана пригрозили увольнениями. Глава Министерства образования Республики Умапазиль Амарова сообщила о жалобах, поступающих в адрес ведомства на их непрозрачную и непонятную работу во время приемной кампании. Кроме того, она подвергла критике критерии, по которым отбирают и зачисляют абитуриентов. По словам Амаровой, будущих студентов надо зачислять обоснованно. Родители должны знать, как оцениваются работы их детей. При этом министр предупредила, что директора колледжей, которые не могут работать прозрачно, могут лишиться своих должностей. На совещании было отмечено, что к контролю будет привлечена республиканская прокуратура. В республике по итогам первого полугодия 2020 года количество безработных резко возросло. Так, по данным территориального органа статистики, официальная численность безработных в Дагестане составляет более 46 тысяч человек. При этом Дагестан оказался в числе регионов, которые Минтруд России отнес к субъектам с трудной ситуацией на рынке труда. Помимо нашей республики в списке также находятся Адыгея, Калмыкия, Карелия, Ингушетия, Забайкальский край, Кемеровская область и ряд других регионов. В Дагестане пройдет семейный фестиваль в честь Курбан-Байрама. В Муфтияти Дагестана обсудили подготовку к празднику. Мероприятие сможет посетить любой желающий. Фестиваль пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Программа мероприятия обещает быть насыщенной. От дати и месте проведения будет объявлена дополнительно. Открытие сквера «Шахидов» в Махачкале намечено на конец лета. Об этом сообщили на плановом собрании представителей Муфтията Республики. Сейчас в парке, который будет располагаться на пересечении проспекта Акушинского с улицей Абдулхамида Юсупова, продолжаются работы по благоустройству территории. Уже построены два фонтана, пешеходный тротуар, посажено 75 деревьев. Планируется посадить еще 200 саженцев, а также декоративные цветы. В рамках реализации проекта предусмотрено строительство детской и спортивной площадок. Кроме того, там будет установлена мемориальная доска, на которой будут увековечены имена детей, погибших 17 лет назад во время пожара в интернате, находившемся на этом месте. Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей. Поддержать деньгами в период пандемии данную группу населения предложил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Своё обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Хамзаева, россиян волнует ситуация, связанная с коронавирусом. А во время эпидемии пожилые люди попали в группу особого риска. Пенсионерам приходится покупать лекарства и тратить больше денег на профилактику заболевания. При этом они должны соблюдать все предписания медиков и придерживаться ограничений в передвижении. Ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2030 году должна составить 78 лет. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля. В документе президент также определил ряд социальных, экономических и экологических задач. Кроме того, согласно тексту, в рамках национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия людей планируется достичь устойчивого роста численности населения страны, снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, а также до 70% увеличить долю граждан, которые систематически занимаются спортом. Обучить детей плаванию, тем самым снизить количество несчастных случаев на воде. С такой целью Федерация плавания Дагестана проводит ежегодную акцию «Открытая вода». Курсы для детей совершенно бесплатные. С первых дней занятия стали посещать десятки детей. Подробности расскажет Курбан Рагимов. Начали! Работаем широко! Перед выходом в море юные пловцы проводят разминку и так называемую «сухую» тренировку. Это комплекс базовых упражнений. Занятия уже четвертый год проходят на одном из пляжей в Каспийске. Обучением занимаются тренеры Федерации плавания. Этот благотворительный проект реализуется при поддержке дагестанского филиала «Русгидро». Кто-то в течение недели учится держаться на воде и уже передвигаться на воде в стрелочке с задержкой дыхания. Конечно, с дыханием это тяжело будет. С дыханием кто-то через месяц обучается, кто-то через полтора, а кто-то через два месяца. По крайней мере, боясь воды у них уходит. И держаться на воде, они на спине почти все учатся плавать. На животе нужна, конечно, общая физическая выносливость у них. После тренерского инструктажа по команде дети заходят в воду, где отрабатывают полученные навыки. В первую очередь их обучают самым простым приемам плавания. С первых дней каждый вечер занятия посещают уже порядка 60 детей. По ходу сезона плавать научится около 200. Мухаммад Ахмедов приходит сюда каждое лето. Четвероклассник умеет работать разными стилями. Здесь он помогает тренеру в работе со старшей группой. Мне понравилось тем, что учитель очень хороший, очень хорошо учит. Учит он нас плать на животе, на спине, кролем, брасом. А вот этим ребятам как думаешь, что им надо делать, чтобы научиться так, как ты плаваешь? Опыт и старание. Тренировки призваны повысить культуру плавания и тем самым снизить количество несчастных случаев на воде. Прийти и обучиться азам плавания могут дети от 7 до 14 лет. Занятия будут проходить до конца летнего сезона. Курбан Рагимов, Магомед Абдулмуталибов и Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова